Утром 24 ноября турецким истребителем был сбит российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Вы видите момент падения самолета, который был сбит практически над головой съемочной группы «Аноньюз». Сейчас мы вам покажем след порохового заряда от ракеты, который однозначно свидетельствует о том, что удар был совершен с территории Сирии, а ракета прошла с запада на восток. Самолеты разворачивались после бомбежки целей в районе Сальмы, и в этот момент один штурмовик уклонился от выпущенной по нему ракеты, второй, видимо, попал. Один пилот, предположительно, штурмом погиб, второго в данную минуту группа поисково-спасательной службы выводит на территорию контролируемой Сирийской арабской армии. В тот момент, когда на эвакуацию вылетел первый вертолет, он был обстрелен, погиб один из спасателей, которому пуля попала в шею. Второй вертолет не дошел до места падения самолета, и у него была перебита топливная система, гидравлика, насколько я понимаю. Вот он приземлился, и группа ПСС укрылась в этом доме и полегающем саду. Сирийские подразделения тут же организовали эвакуацию российской ПСС. Нужно было отсечь боевиков, которые с горы стали спускаться к этому домику. По ним работали, как вы видите, крокодилы, другие вертолеты. Сирийцы отсекали террористов с помощью ЗУ-23, пулеметов, которые вы видите. Третий вертолет, который вы сейчас видите, не смог приземлиться, тоже был обстрелян и ушел. Сирийцы выдвинули, спросили нашего оператора, попросили помочь, чтобы общаться с русскими. Мы им сказали, что нужно по радиостанциям говорить друг, и с помощью вот таких простых слов сирийцы подошли к нашей вертолете. И вы видите, как они сейчас спускаются по склону и выходят своим. После этого начался обстрел подбитого вертолета, и через 10 минут он взорвался. Следы вот этого вы видите на наших кадрах. В целом, провокация была блестяще подготовлена, потому что мгновенно было выброшено 8 роликов, снятых с турецкой территории. Вы видите, у нас, мы снимаем с противоположной стороны, дым у нас в одну сторону от сбитого самолета, у них в другую. Среди которых было всего два фальшивых ролика, что говорит о том, что люди заранее знали, что вот где-то будет сбит самолет. Это очень выгодная провокация, которая на пустом месте может резко осложнить российско-турецкие отношения. Здесь необходимо разбираться. Второе. Мы и пилоты первого штурмовика чётко показываем о том, что ракеты были применены на сирийской территории. Ракеты турецкого F-16. Агентство Анна-Ньюс, Сирия, горная группировка, район Сальмы. Марат Мусин, Александр Иванов, Алексей Троян, Константин Костет.